Это программа День с толком. В студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Житель Калманского района, обвиняемый в убийстве, стал подозреваемым еще в одном резонансном деле. Яма на яме. Почему жители поселка Ягодное ремонтируют дорогу за свой счет? Почти 10 тысяч маленьких барнаульцев зачислены в первый класс. В чем особенности приемной компании в школы в этом году? В двух районах Алтайского края, по Спелехинском и Усть-Калманском, с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной пожароопасности. А в Белокурихе и Солонежинском районе сохраняется режим высокой пожароопасности. В связи с очередным периодом в несколько дней жаркой и сухой погоды возрастает риск возникновения большого числа пожаров. При обращении с огнем, предостерегают спасатели, нужно проявлять особую осторожность. Отметим, в этом теплом сезоне каждые сутки ликвидируют несколько десятков очагов. Так, за последние сутки в крае потушили 18 пожаров. Один из них, довольно крупный, произошел в Завьяловском районе. В Барнауле внедрили методику оказания палеотивной медицинской помощи детям. Это касается маленьких пациентов, которые не могут самостоятельно есть. Раньше врачам нужно было делать большие разрезы во время операции, чтобы установить ребенку зонт. Потом медсестры и родители при каждом приеме пищи вставляли и доставляли бесконечные трубки. Что изменилось сейчас, об этом расскажем в нашем сюжете. Детская больница номер 7. Около 300 пациентов со всего края здесь получают палеотивную помощь. Дети попадают с разными диагнозами. Тяжелые поражения нервной системы, ДЦП, эпилепсия, спинальная мышечная атрофия. Практически все дети не могут самостоятельно есть и глотать пищу. Большинство питается через зонт. Чтобы установить его, необходима операция, зачастую травматичная для детей, а еще и сложная для родителей, которые потом ухаживают за ребенком. Родители, ну, чаще всего их обучали в отделении наши доктора, медсестры, ставить этот назогастральный зонт. То есть он вводился либо через нос, либо через рот в желудок, и ребенок кормился. Затем он удалялся, и так каждый раз его ставили, убирали, ставили, убирали. Такая частая манипуляция довольно болезненная. Она приводила, как правило, к воспалительным изменениям и к образованию пролежней в месте стояния. В этом году в больнице впервые начали использовать новую методику. Ребенку делают всего лишь один прокол на животе, через который и вводят питательную трубку в желудок под контролем ФГДС, то есть без традиционного хирургического разреза. А это уже исключает риски и осложнения. А главное, примерно на третьи сутки ребенка можно забирать домой. И уже дома родителям не нужно постоянно вставлять какие-то трубки. Она хорошо фиксирована, она раздувается манжеткой в желудке. То есть, если просто ее дергать с умеренным усилием, он ее никогда не выдернет. Но прежние вот эти установки все равно были как бы более... Ну, зонт очень легко ребенок мог вырвать, да. И он и случайно мог самопроизвольно выйти из желудка. В больнице уже более 10 пациентов перешли на новый способ принятия пищи. И спрос на эту манипуляцию высокий. В ближайшее время здесь прооперируют бесплатно по полис ОМС еще порядка 50 детей. Операция позволит хотя бы немного облегчить жизнь маленьким пациентам с непростой судьбой. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Житель Калманского района Виталий Манишин теперь еще и подозреваемый в деле о серии убийств абитуриенток Политеха. Расправы над девушками произошли в 2000 году. Напомним, Манишину содержали в этом году. Мужчина проходит обвиняемым в уголовном деле об убийстве 17-летней девушки. По данным следствия, еще в 1989 году в селе Зеленая Дубрава Родинского района он убил знакомую при попытке изнасилования. Ранее в СМИ писали о том, что Манишин еще может быть тем самым политеховским маньяком. Но в Краевом следкоме подчеркивали, что говорить об этом пока рано. Следователи добавляли, что лишь устанавливают возможную причастность Виталия Манишина к совершению других преступлений. Корреспондентам нашего холдинга удалось выяснить, что на сегодняшний день по убийству в 1989 году житель Калманского района проходит как обвиняемый, а по убийству абитуриенток в 2000-м как подозреваемый. Не исключено, что в деле о политеховском маньяке будет наконец-то поставлена точка. Время покажет. Ну а мы переходим к другой теме. С сентября этого года семена сельскохозяйственных культур будут в обязательном порядке проверять на ГМО. В России начинает действовать новый закон о семеноводстве, который более строго подходит к проверке качества семенного фонда. Помимо этого, закон обяжет фермеров проводить апробацию семян, которые пойдут на реализацию. Это специальное обследование, чтобы определить сортовую частоту, поражение болезнями или повреждение от вредителей. Уровень сортовой частоты должен быть не менее 99%, если ниже сорт выбраковывают, пояснили в алтайском филиале Центра оценки качества зерна. Сорт может не пройти показатель чистоты из-за фермерских экспериментов или незнания, как именно нужно взращивать ту или иную культуру. Но причины могут быть и природные. Изменяется их состав, несмотря на то, что не было никаких примесей. Просто вот эта особенность сорта, которая дает выпады так называемые. Например, это подсолнечник. По подсолнечнику и пространственная изоляция достаточно большая, в километрах измеряется. И поле другого сорта должно находиться от поля нашего обследуемого не менее чем на 3 километра, если это репродукционные семена. По словам специалиста, в целом уровень сортовой частоты семян алтайских сельхозпроизводителей стабильно высокий. Именно поэтому их охотно покупают в Сибири и на Дальнем Востоке. Жители Барнаульского поселка Ягодное ремонтируют дорогу за свой счет. Асфальта на их улице нет и никогда не было. Чтобы по поселковой дороге можно было ходить и ездить, люди уже несколько лет сами засыпают дыры камнем. Может ли измениться ситуация, узнавала наша съемочная группа. Ямами в школьном переулке никого не удивить. Эта улица в Барнаульском поселке Ягодное никогда не видела асфальта. При растущем с каждым годом потуке машин и пешеходов. Переулок соединяет важные точки села. От улицы Центральная к улице Первомайская и далее к транспорту общественного пользования. По этой же улице, с улицы Первомайская к магазину Центральная, наши ребятишки, школьники. И выходят к школьному автобусу. Большая часть, скажем, жителей к ФАПу идет по данной улице. Дмитрий Васильчук несколько лет борется за появление здесь полноценной дороги. Но на все его заявления в администрацию получает однотипные ответы. Инертного материала нет, то есть чем отсыпать. Средств нет. В 2022 ему написали, что рассмотрят включение дороги в программу ремонта на 2023 и последующие годы. Спустя год переулок все еще вне планов. Домами скидываются, закупаем машины, сами своими силами засыпаем, где что-то проваливается. А, ямочные. Да. Так отсыпать полностью, отсыпать-то денег надо немало. У нас парковка возле Центрального магазина вся заставлена. То есть там бывает такое, что некуда поставить машину. Вот здесь вот 20 тонн щебня. Здесь вот была яма буквально по колено. Мы проваливались, потому что машина едет, и она просто туда падает. То есть любая машина может туда выехать. Я смотрю, она уже утрамбовалась. Грубо говоря, на следующий год надо будет заново засыпать. Подливает воду на дорогу местный артезианский водозабор. По словам жителей, организация с регулярной периодичностью сбрасывает излишки прямо в переулок. Все это дополнительно образует лужи и размывает дорогу. Расположение артезианского водозабора в центре квартала индивидуальной жилой застройки и рельеф местности не позволяют организовать систему отвода поверхностных вод с территории водозабора за границей поселка. В местной администрации нам пояснили, что еще несколько лет назад жилых домов по школьному переулку не было, поэтому его и не планировали асфальтировать. А сейчас в очереди на дорогу центральные улицы. И в масштабах поселка они приоритетны. Так что власти советуют жителям объединяться для включения переулка в народные программы ремонта. Ведь стоимость асфальта на всем школьном сельсовету не по карману. Если ориентировочно на сегодняшний день, то это порядка 1,9 миллиона. С 2016 года у нас краевая программа действует, проект поддержки местных инициатив. И с прошлого года, как раз по дорогам, 4 дороги уже 2 в прошлом году и в этом году мы защебенили в рамках городской программы инициативного бюджетирования. И стоит учесть софинансирование. Не меньше 5% для краевой программы и 10% для городской. Но смогут ли десяток домов собрать такую сумму – сомнительно. И, возможно, жителям придется засыпать ямы и ждать, пока комфорт не придет на центральные улицы Ягодного. Новые трамваи, которые скоро начнут курсировать по Барнаулу, будут красного цвета и повышенной комфортности. По мнению специалистов, они смогут положительно повлиять на имидж краевой столицы. Напомним, вагоны изготовили на белорусском предприятии «Белкомонмаш», где помимо трамваев собирают еще и современные троллейбусы и электробусы. Первый низкопольный трамвайный вагон прибыл в Барнаул в конце мая. Известно, что космический дизайн новых трамваев разработали специалисты белорусского предприятия. А вот цвет рубиново-красный выбрали алтайские власти. Кстати, новые вагоны привлекают не только внешне. Уровень комфорта в них повышенный. Посадочных мест больше, проход шире. Точная дата, когда новый транспорт начнет курсировать по городу, неизвестна. Сейчас вагоны только готовят к выходу на линию. В первые классы уже зачислено 9,5 тысяч будущих первоклассников Барнаула. Приемная кампания по набору продолжается. Сейчас идет вторая ее волна. Она продлится до 5 сентября. И за это время зачислить в школы Барнаула должны еще порядка тысячи детей. С 6 июля принимаются уже абсолютно все ребятишки, независимо от места проживания. То есть, если бы родители хотели в одну школу, а проживают на территории другой школы, то, естественно, 6 июля они подали в ту школу, в которую они хотят. Мне нужно взять телефон в руки, выйти в свой личный кабинет госуслуги, сформировать заявление и подать это заявление. При приеме во вторую волну родителю нужен только паспорт и сельство рождения ребенка. Всего в предстоящем учебном году барнаульские школы примут около 10,5 тысяч первоклассников. Для них за счет переоборудования кабинетов и увеличения наполняемости классов в 25 школах создали порядка 900 дополнительных мест. Кроме этого, с сентября начнет свою работу новая школа 138-я. В ней будут учиться дети, проживающие в двух микрорайонах – «Спутник» и «Авиатор». А первоклассников двух густонаселенных жилых комплексов «Времена года» и «Норд» к закрепленным за ними школам 114-й и 84-й будут подвозить на школьных автобусах. В целом, приемная кампания этого года, отмечают сотрудники комитета по образованию, проходит без особых сложностей. В Барнауле начался второй сезон волонтерского фестиваля по восстановлению исторической среды «Том Сойерфест». На этот раз первоначальный вид восстанавливают старинному городскому зданию с богатой вековой историей. Конечная цель проекта, который продлится до осени – восстановление значительной части улиц Анатолия и ее озеленение. Сколько барнаульцев уже примкнуло к активистам неординарного фестиваля и какие новые смыслы проект дарит историческому центру Барнаула – об этом расскажем в сюжете. Анатолия 162 – 100-летнее здание, которому возвращает исторический облик. Сначала волонтеры проекта по возвращению первоначального облика зданиям вторую жизнь подарили соседу, сегодня новый старинный объект. Вот эту среду, которая образовывается вокруг таких домов, вокруг таких районов, ее, к сожалению, по-другому не воспроизвести, кроме как не прогулявшись, допустим, здесь не почувствовав самим. То есть эти котики, которые тут бегают между дворами, эти деревья, которые растут, какие-то милые клумбы, которые делают сами жители. По-другому это нигде не видеть, не прочувствовать. Волонтерское движение «Том Сойер» организовал самарский журналист. Довольно быстро к проекту стали присоединяться другие города, сегодня в их числе и Барнаул. Волонтеров у нас пока немного, но постепенно число желающих подарить вторую жизнь памятникам архитектуры становится больше. И добровольцам уже активно помогают спонсоры, которые, к примеру, снабдили активистов столь необходимыми строительными лесами. Помогают последним и жильцы дома. Ну, волонтеры сами предложили, то есть пришли, рассказали историю, потому что до этого вот уже один дом у нас отреставрировали. Вот на опыте этого, то есть они к нам пришли, предложили, согласны мы или нет. Ну, как бы мы согласились. Сговорчивые жильцы – важный критерий, по которому волонтеры отбирают дома для реставрации. Также добровольцы оценивают состояние дома, узнают, не подлежит ли он сносу. Если все хорошо, активисты начинают обновлять фасад здания. Первоначальный вид восстанавливают по фотографиям и другим историческим источникам. Сейчас мы зачистим вот этот старый слой старого дерева Ашкаблин. Дальше будем, наверное, красить это дело. Цвет уже подобрали. Потом у нас будут наличники на второй этаж и на первый этаж. И еще в проекте украшения забора, гаража и вот этой придомовой территории. Покраска этот дом ожидает впервые. Она поможет продлить жизнь древесине и сделает улицу ярче, говорят активисты. Но результат, по их словам, не самое важное. Самое интересное то, что в Барнауле есть люди, которые хотят сплотиться и заняться. То есть не только окончание работы, но то, что есть горожане, которые дорожат старым фондом и хотят участвовать. То есть и сам процесс тоже. На реконструкцию этого дома идет полтора месяца. Основной объем работ запланирован на выходные. В будни волонтеры трудятся на основной работе. По их словам, благое дело, хорошая атмосфера и совместные чаепития – это то, что как раз привлекло их к проекту «Том Сойер». Активисты движения намерены преобразить значительную часть домов на Анатолия. Особенно и улицы, где сохранились здания с уникальной деревянной резьбой. И это очень важно сохранить, считают участники фестиваля. Самобытная историческая среда, которая интересна и барнаульцам, и туристам. Анастасия Драган, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Крае впервые одновременно стартовали два этапа Кубка России по шахматам. Их общий призовой фонд – более миллиона рублей. При этом мужской турнир посвящен памяти одного из легендарнейших сибирских шахматистов – Василия Лепихина. С одним из его учеников на открытии турнира удалось пообщаться о нашей съемочной группе. Об известном мастере, который восемь раз одерживал победу в интеллектуальном состязании и его вкладе в развитие шахмат в Сибири, расскажет Данил Кузнецов. Главный подарок для Алтайской Федерации на Международный день шахмы, который прошел не так давно – включение краевых соревнований – мемориал Василия Лепихина в этапы Кубка России. К этому в регионе шли 10 лет. И когда мы увидели, что уже собирается, несмотря на лето, более 90 участников, мы обратились к победителям и показали, что, наверное, пора переходить на новый уровень. Потому что новый уровень несет за собой то, что приезжают более сильные игроки. Победители согласились, соответственно, они обеспечили нашу часть призового фонда, вторую часть обеспечивает Федерация шахмат России. И в итоге мы видим, что к нам поехали гроссмейстеры. А вот сам Василий Лепихин остался лишь кандидатом в мастера спорта. Однако его достижения сложно недооценить. Чего только стоит конкуренция на равных с будущим трехкратным чемпионом СССР Леонидом Штейном. А ведь шахматы для сибирского гения были лишь хобби. Днем работал бухгалтером на заводе, а вечером учил юных спортсменов премудростям 64 клеток. Притом один из его учеников, Юрий Разговоров, даже как-то выиграл наставника. А он остальных наших, даже вот Куров, он играючи обыграл. Ну потому что люди, неопытные, они сразу проигрывали. Потому что он в атаку шел, знал, как надо играть. Теперь играет в честь Лепихина. Мужской этап собрал 67 участников. А вот на женский всероссийский красоты Алтая. Проходивший параллельный мемориал у Лепихина, спортсменок собралось в два с половиной раза меньше. Часть гроссмейстеров переманил Moscow Open. Тем не менее, у нас призовые тоже немаленькие. Совокупно за оба турнира более миллиона рублей. Но привлекли гостей не только деньги. Я первый раз в этом клубе. Пока мне все очень нравится. Современные шахматы и хороший, просторный, светлый зал. Так что мне все нравится. Ленинградской области не уступает? Нет. Нет. Те условия, которые сейчас созданы в клубе, это как раз и способ привлечь профессиональных спортсменов. Очень высокий уровень оборудования сейчас у нас в клубе и возможность проводить онлайн игры. Кстати, за матчами как со стороны мужчин, так и со стороны женщин можно следить онлайн. Помогают в этом высокотехнологичные доски. Пошел конем, он видит с какого поля, на какое пошли он видит. Сразу, в смысле в онлайн срабатывает устройство, там микросхема стоит, да, все это срабатывает. Часы, ход сделали, он даже фиксирует, что если часы нажались, то ход автоматически в онлайн переключится, что ход круги. Оба турнира по классике продлятся до 30 июля по одной игре в сутки. Возможно, в следующем году организаторы изменят подход и увеличат число туров в день, чтобы этапы кубка не были столь растянуты по времени и региональным гостям было проще. Также в планах у федерации развивать и мужской, и женский турниры. Так, лучшим женщинам-гроссмейстерам готовы оплачивать гостиницу. А это, в свою очередь, может подтянуть остальных соперниц и в целом повысить престижность соревнований. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов, день с толком. Данил Кузнецов, день с толком.